Дорогие подписчики, приглашаю вас на мои другие каналы, видео о новостях зарубежного автопрома и мира наручных часов, бодибилдинге и здоровом образе жизни. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. Швейцарский армейский нож является одним из самых известных инструментов в мире и каждый год их производят по 10 миллионов штук. Но как один завод может изготавливать по 45 тысяч штук каждый день и таким точным способом? Швейцарский армейский нож существует уже почти 130 лет. Впервые он был поставлен в швейцарскую армию Карлом Эльснером в 1891 году. Теперь ножи изготавливает компания Victor Inox, крупнейший в Европе производитель. Главный завод, расположенный в Выбахе, Швейцария, производит разнообразные ножи, разработанные для того, чтобы предложить универсальность и компактность. Здесь изготовление перочинного ножа в зависимости от его модели занимает около 5 минут. Существует 400 различных моделей. 2400 метрических тонн стали импортируются на завод каждый год. Из стальных рулонов штампуются лезвия ножей толщиной до 2 миллиметров. Для этого требуется 50 метрических тонн давления. Из каждого рулона можно сделать 16 тысяч лезвий. Различные инструменты требуют различных сплавов для твердости. Нож состоит из 85% железа, 13% хрома и небольших примесей других металлов. Лезвия сделаны из твердой стали, тогда как отвертки изготавливают из более мягкой стали. Лезвия закругляют с помощью треугольных пластиковых колес и воды. Затем лезвия ножей извлекают с помощью магнита и снова шлифуют, чтобы получить точную ширину. Каждое лезвие должно быть толщиной 2 миллиметра. Они отпечатываются фирменным штампом, а затем помещаются в печь при температуре 1050 градусов Цельсия. Затем лезвия затачиваются и их толщина снова проверяется. Фирменный красный внешний корпус изготавливается методом литья под давлением. Другие инструменты для ножей производятся на соседних станках путем фрезерования и шлифования. Эмблема Викторы Нокс Кросс Энд Шилд в виде маленького металлического креста исследуется с помощью микроскопа для обеспечения стандартной толщины. Впервые она появилась в 1909 году, а с 2006 года ее стали добавлять на все ножи Виктор и Нокс. Классический офицерский нож собирается машиной на заводе изготовителя. Другие изделия собраны вручную. Каждая составная часть ножа проверяется и полируется вручную, прежде чем изделие поступит в продажу. Ножи экспортируются с завода выбыхе в более чем в 120 стран мира. И, конечно же, перочинный нож. С годами дизайн изменился. Виктор и Нокс продолжает добавлять новые функции. Например, USB накопитель и лазерные указки. Субтитры сделал DimaTorzok